Ваше Высокопреосвященство, Владыка Митрополит Дамаскин, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Ваше Высокопреосвященство, господин архиепископ этого града, господин губернатор, господа послы, дамы и господа, братья и сестры, Сестры и сестры, мои друзья, я сердечно благодарю Вас, Владыка, за те добрые слова, которые Вы сказали, Вы сказали так много и так точно, что добавить к этому ничего невозможно. Вы сказали о роли в своей церкви, в истории и здесь, в Бразилии, о непростых путях вашей паствы, которая приехала в эту страну и стала обустраивать здесь свою жизнь. Вы сегодня возглавляете самую большую православную общину в Бразилии и свидетельством этому является этот величественный собор Петра и Павла, который вы гостеприимно предоставили мне для совершения вместе с вами и с другими братьями божественной литургии. И именно в этом храме как-то особенно остро почувствовалась боль вашего народа, который сегодня страдает в Сирии, в Ливане, и боль всех христиан, которых сегодня угнетают в мире. И как вчера в Рио-де-Жанейро, так и сегодня в Сан-Паулу мы молились о тех, кого сегодня гонят, тех, кого сегодня убивают, тех, кто страдает только за то, что они являются христианами. Я хотел бы поблагодарить вас также за молитвы, как и о своих собратьях, притесняемых сегодня в Сирии, в Ливане, а также и в Ираке, но также я хотел бы поблагодарить вас за то теплое отношение, которое вы имеете к нашей Церкви, за ту любовь, которую вы питаете к нашему народу. Две наши Церкви являют пример братских отношений, исполненных подлинной любовью друг к другу. И в этом величественном храме я хотел бы выразить благодарность его блаженству патриарху антиохийскому Иоанну за те труды, которые он сегодня несет по окормлению антиохийского патриархата в охваченной огнем Сирии и в страдающем Ливане. И сегодня страдания христиан на Ближнем Востоке, как и страдания по всему миру, по милости Божию, становятся в центре всеобщей озабоченности. И этому во многом, я думаю, послужила моя встреча с его святейшеством Франциском Папой Римским и подписанная декларация. Эта декларация сосредотачивает свое внимание на гонениях, на страданиях христиан. И она дает основу для наших совместных действий не только по защите страдающих христиан, но по многим другим направлениям, чтобы мир стал более спокойным, чтобы люди научились жить вместе, чтобы люди разных убеждений поняли одну непреложную истину. Войной и насилием никогда не достигается прочный мир. Прочный мир всегда связан со справедливостью. А когда во время военных конфликтов стороны пытаются достичь чаще всего свои какие-то цели, о которых только они сами знают, то такой мир, построенный на военных завоеваниях, не может быть прочным. Но из сказанного есть два исключения. Когда народ защищает свою родину и когда честные люди борются с терроризмом. Вот почему мы, Папа Франциск и я, призвали всех, тех, кто сегодня участвует в различного рода военных действиях в Сирии, на Ближнем Востоке, преодолеть свои разногласия и образовать общую коалицию в борьбе с терроризмом. В России и в других странах, которые окормляет русская православная церковь, близко к сердцу воспринимают страдания вашего народа. И сегодня делается все, что возможно делать, чтобы защитить ваш народ, чтобы прислать гуманитарную помощь тем, кто страдает, чтобы объединиться с другими во имя достижения прочного и справедливого мира на Ближнем Востоке. Я сегодня покидаю Бразилию, покидаю Латинскую Америку. Это моя последняя возможность обратиться к латиноамериканцам, бразильцам и сказать им большое спасибо за вашу любовь, за ваше гостеприимство, которое я почувствовал на этом континенте. И, наверное, может быть, основой этого гостеприимства являлась христианская любовь, которая является самой прочной основой мира и самым лучшим средством достигать справедливости. Пусть Господь хранит Бразилию и Латинскую Америку, к даю славу Бразилию и Америка Латинской Америке, наша церковь и наши церкви, и помогает всем нам, и ка ажуде а todos нас, строит новую жизнь, для строить новую жизнь, без войны и без конфликтов, без войны и без конфликтов, без насилия, без лжи, без попытки одних господствовать над другими, без попытки одних господствовать над другими, пусть Господь хранит свое творение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok